Очень люблю программирование, и что я всю жизнь хотел быть программистом. Это был какой лицей? Мама моего друга рассказала моей маме, что мой друг собирается просто практику. А мы что хуже? Я начал готовиться к ТОЭФу. Как насчет математики? Если нырнуть где-то на дно океана, и это будет уровень математики в Америке... Что дальше? Вот ты поступал, подал заявление в какие-то топовые вузы, ну и плюс там еще что-то, да? То есть сколько университетов ты отправлял заявку? Я думаю, что в общем и целом я подал в 50. Ого, 50. Из них известных 10. 10. Сколько университетов тебя приняли? Ой, это очень сложный вопрос. По-моему, 13. 13 университетов тебя приняли. 13 приняли. Как, ну, по какому принципу ты выбирал? Я знаю, что часть из них тебе дали грант. Да, так и было. Да, расскажи об этом. Вообще, давай, о вот этом всем финансировании, грантах и так далее. Да, финансовый вопрос очень щепетильный в плане американского образования, потому что оно здесь безумно дорогое. И каждый год цена на образование увеличивается. То есть американцы сами на это очень сильно жалуются, потому что для них это очень дорого учиться здесь. Но, теперь вопрос финансирования. Американцы, имеющие грин-карту или гражданство, не знаю слово по-русски, eligible, они могут подать на financial aid, на финансовую помощь. Эта финансовая помощь зачастую сокращает очень сильную цену на обучение. То есть от 80% до 110%, то есть бывает, что им даже еще сверху капают какие-то деньги. То есть это какая-то комиссия смотрит на достаток твоей семьи и решает, какой процент они могут тебе оплатить. Может быть, все, может быть, даже еще и проживание могут оплатить, или часть, или предоставить работу на кампусе. То есть есть разные варианты. Да, безусловно. Работа на кампусе, да, это очень важно. То есть, когда ты поступаешь, они гарантируют тебе то, что ты там в списке первых будешь, да, кто получит работу. Да, это financial aid, все. Но дело в том, что это подходит только для тех, кто сейчас здесь находится, живет, имеет гражданство местное. К сожалению, для интернациональных студентов financial aid не работает, насколько я знаю. Может быть, это только в Калифорнии так, но, насколько я знаю, они не дают financial aid. Но они дают гранты. Гранты – это университетская тема. Financial aid дается государством. Да. Financial aid дается государством, и это никак не связано с университетом. Они просто зачисляют тебе деньги на счет. Не на твой счет, а на счет на билл, как бы. Да. Вот. На билл университет. И, значит, гранты – это просто тебе дают деньги университетам. Они тебе говорят, мы хотим, чтобы ты учился у нас. Если ты примешь наше предложение, то мы дадим тебе N денег. И ты думаешь, окей, есть университет топ-5, и он дает мне ноль. Или есть университет топ-36. Ну, я до того, как мы перейдем к твоему выбору, я бы хотела у тебя спросить по поводу, вот почему университеты дают иностранным студентам гранты? С чем это связано, как ты считаешь? Они соревнуются друг с другом? Да. Чтобы вот у них учились. Но есть такой стереотип, что… И как бы это в основном правда, то, что иностранные студенты, особенно там из Индии, из Китая, из России, СНГ, сложные политические отношения. В общем, СНГ, Китай, Индия, там живут умные люди, и они талант людей просто призывают в Америку. Да, но они не могут просто себе оплатить, и если им кто-то не поможет в этом, то они просто останутся у себя в стране. Государство не поможет здешнее, потому что ты иностранный студент, поэтому они пытаются какими-то своими методами. Приблечь, да. Вот. Они хотят, чтобы учились иностранные умные студенты, потому что это повышает ранг университета, потому что ты в целом ресерч становится лучше, потому что, как у них очень популярно, это graduation rate. Сколько человек процент выпускается из университета. То есть, там, сколько начали учиться, сколько закончили, да. Вот. Значит, и для них это очень важно, и поэтому они пытаются привлечь вот таким образом, да, интернациональных студентов. В твоем случае, значит, ты получил вот 13 приглашений, приходи, часть из них была, приходи, мы оплатим тебе все, и еще дадим денег. Но ты выбрал университет, насколько я знаю, в том, в котором ты учишься платно. Почему? В моей ситуации, в которой я находился, для меня был поставлен вопрос, что мне оплатят обучение. То есть, я был в привилегированном положении. Да, да. Зря я говорю слова, которые выигрывают. Родители тебе сказали, что они тебе помогут оплатить, и ты решил, что нужно брать университет, который выше в рейтинге. Безусловно, да, именно так и было. Потому что, что нам немного непонятно. Ну, то есть, в принципе, да, в России есть там, если говорить о программистах, то это университеты ИТМО, СПБГУ, это МФТИ, это, что еще, Бауманка, это МГУ. Вот, пятерка университетов, которые, ну, как бы, да, они на слуху. Но все равно, в России не так развито вот это, что университет хороший открывает тебе двери везде. Как в России, ой, как в Америке. Кстати, вот я не очень согласен с тем, что это не так в России, потому что, насколько я знаю, там не может быть не так в том плане, что ты либо учишься в пятерке, либо не в пятерке. Потому что в России, мне кажется, на мой взгляд, субъективно и так, то, что ты либо учишься вот в пятерке лучших университетов, и у тебя есть какие-то открытые двери, либо ты учишься в любом другом университете, и у тебя закрыты двери. И у тебя все равно, где ты учишься. Да, и там уже начинается все равно. Здесь немного не так, здесь все более плавно. То есть ты либо учишься в топ-10, либо ты уже начинает спускаться твой уровень. Ну, они знают. Все американцы знают приблизительно. Ну, это неплохой университет, да? Ну, вот какие-то есть у них там. Просто когда дело доходит до принятия на работу, в основном компании притсывают с локальных университетов. И когда происходит дело в локальной области, да, какой-то, то там работодатели очень хорошо знают, какие университеты имеют рамки. Давай тогда ближе к образованию, ближе к учебе. Несмотря на то, что ты не учился в университете в России, но, как ты сказал, у тебя много друзей, ребят, которые пошли на те же программистские специальности, на computer science. И я думаю, более того, мои подписчики многие учились, учатся или будут учиться. И им, как бы, они могут сравнить систему в России и систему в США. Расскажи о том, как устроен вообще учебный процесс, какой набор предметов у вас здесь. В России у тебя есть твой план учебный, учебный план, да, в котором ты учишься, у тебя есть предметы, ты на них, пары, ты на них ходишь, сдаешь по ним экзамен, правильно? Да. Вот. Значит, в Америке устроено немного по-другому. Ты, перед тем, как начать учиться в следующей четверти, у тебя есть бумажка, на которой написано, если ты хочешь выпуститься из этого университета, ты должен взять такие, 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 такие классы. Но ты можешь выбрать из этих классов, которые тебе написаны, они в топологическом парадке, то есть, например, ты не можешь взять экономику 3 перед экономикой 1, да, то есть для того, чтобы взять экономику 3, должен взять 1 и 2. Ну, вот такая система, да. То есть псевдо-свобода, то есть свобода есть, но, как бы, какие-то рамки все равно удерживают. Ну, есть набор каких-то обязательных предметов, да, для той специальности, которую ты выбрал, но есть дополнительные. Но в целом ты должен набрать какое-то количество классов, юнитов, как здесь. Юниты – это что? Юниты, да. Юниты – это очки, которые зачисляются тебе за класс. Ну, насколько я знаю, юнит приравнивается где-то к часу в неделю по предмету, нет? Может быть, в каких-то университетах – да, но у нас – нет. У нас… Хотя, может быть, может быть, я тогда об этом не думал. Но… Ну, просто я знаю, сколько мне юнитов надо закончить и знаю, сколько в среднем стоит класс, да? Да, и каждый, да. То есть класс стоит 4 юнита, если у тебя 3 лекции и 1 discussion, да, 4 часа, соответственно, 4 часа. Кстати, хорошая… Я открыла тебе Америка, да. Спасибо. Какие предметы вот в этом списке обязательны? Значит, для моего мейджера, для программирования, я должен взять на выбор из трех – это физика, химия и биология. То есть я один из этих трех предметов выбираю, и в этом предмете я должен сделать три класса. То есть это, например, физика 1, 2, 3. То есть это то, что я делаю. Дальше. Программирование. Огромный лист программирований, которые… Вот классов, да? То есть ты берешь их подряд, а потом с какого-то момента, на третий или четвертый год, тебе говорят… Ну, у тебя заканчивается список того, что ты должен обязательно взять, и тебе говорят, ты должен взять еще 10 классов. И все, гуляй. Типа, бери, что хочешь. И тут начинается уже вот эта вот американская система образования. То, что ты выбираешь себе классы так, что тебе было это интересно. То есть программирование… Опять же, есть какие-то… Называются prerequisites. Это то, что ты должен иметь какой-то класс уже сделанным перед тем, как взять следующий. Ну, то есть ты рассчитывая из этого, ты выбираешь все классы. То есть там, например, Networks 2 идет перед Networks 1, предположим. Классно я сказал, да? Networks 2 перед Networks 1. Наоборот. Networks 1 перед Networks 2. Так вот. Значит, и начиная с этого момента, когда у тебя открываются вот эти все двери, ты уже как бы начинаешь выбирать себе какую-то конкретную область программирования. Классов много надо взять. То есть в среднем люди выпускаются за 4 года. Можно выпуститься за 3, можно выпуститься за 10. Зависит от того, сколько классов ты берешь, проходишь ты их, не проходишь и так далее. То есть это все зависит от того. Но вот именно с выбором классов это вот самая изюминка американского образования, потому что ты можешь менять свой подход, менять какие-то классы. То есть ты хочешь делать математику, ты берешь одну математику, думаешь, не, не хочу больше математику, хочу физику. Или там программирование, ты выбираешь из кучи классов. И вот это вот. А, это я сейчас говорил про мейджор. То есть ты компьютер-сайенс, и вот это происходит в компьютер-сайенс. Дальше ты в университете. То есть как бы университет, компьютер-сайенс, да, то есть ты под мейджор, под часть университета. Сам университет тоже имеет свои какие-то требования. То есть чтобы выпуститься из университета, есть требования, и чтобы выпуститься как специалист, да, в какой-то области. В университете обычно это какие-то общеобразовательные предметы. У нас немного усложненная система, у нас 6 колледжей. В каждом колледже свои общеобразовательные предметы. Тот же самый writing, да, то есть нас учат, как писать сцены какие-то конкретные темы обычно это либеральная всякая фигня типа любить черных чуть не сказал другое слово значит геев лезвинянок и так далее значит два класса такого рода потом значит и ты пишешь про это да как ты любишь таких людей и в общем ну и остальные предметы типа я беру философию то есть три класса до должен взять философию экономику я беру неважно ну в общем нет это все безумно интересно то что тоже выбираешь то есть если если бы не делал экономику я бы мог сделать психологию политические науки какие-то географии или что-то типа астрологию то есть астрономии астрологии такого вы говорите ритда хорошо сказал в общем вот да практическая часть это также важная часть обучения вот как она реализовано у вас в университете практическая часть по программировании этого основном лабораторий то есть это la p lab называется она обычно два юнита то есть четыре кфе 3 минт этой класс и 2 юниты эту лабораторию зависит от то есть зависит от университета класса но вот у нас первые несколько классов включали в себя то есть программирование сейчас я беру классы там отдельный класс по теории отдельный класс прикладная часть если брать только то что делаешь теть это было java первый класс а потом си нас научили потом ассемблер потом си плюс плюс и сейчас идет верилок но это как это симуляция компонентов компьютера ну в общем это не особо программирование но очень низкоуровневое программирование это вот чисто то что происходит внестить какой твой любимый предмет был есть предмет да ну класс как назвать я бы сказал что все классы привнести какую-то очень важную теорию и основы то есть я там понял как-то очень более глубоко объектно-ориентированное программирование или там я узнал что вообще существует ассемблер в смысле я знал что существует ассемблер но в плане то что как им что на нем можно писать то есть не только там 20 лет назад кто-то на нем писал а сейчас тоже тоже типа какие-то микроконтроллеры то что люди делают то есть это все безумно интересно я не сказал что какой-то класс у меня был конкретно любимым потому что они все были достаточно сложные и требовали большого количество времени вложенного в них и я не знаю мне было интересно но в то же время достаточно сложно то есть не то чтобы какой-то сверх уровень но просто я старался учиться на пятерке то есть этот здесь а поэтому я пытался вложить какие-то силы потому что как бы я здесь учусь родители платят за это я должен оправдывать какие-то ожидания и для себя я хочу как бы учиться хорошо другая тема на там первый год я вообще не мог учиться ну как бы я учился научился также учился в россии то есть и это не особо прокатило ну в россии я думал что домашка то не особо обязательно то есть как бы я мог сделать мог не сделать там мог прийти на экзамен ну как бы я всегда приходил на экзамен но я как бы когда-то готовился как готовился то есть как бы обычно я выруливал школе выруливал все момент то есть когда когда так момент подошел я выруливал что сделать вот вот я сижу на экзамене у меня есть билеты я думаю окей что я буду делать здесь так не подойдет во первых здесь нет устных экзаменов вообще во вторых здесь другие учителя я хочу обаять не получится к сожалению в начале интервью ты сказал что у тебя есть друг лучший который учится в мфте и вы с ним общаетесь до сих пор раз он лучший друг логично и очевидно вы общаетесь и на тему учебы что вы изучаете и ты сказал что как раз таки у него в россии образование очень оторваны от практики и здесь оторваны здесь меньше оторваны вот расскажи почему ты сделал такие выводы дело в том что я просто знаю чему учат в стихе и знаю насколько это перри бор перебор значит по количеству теоретических каких-то знаний количество теорий которые нужно выучить по физике по математике какой-то части зависит от факультета да но программированию то есть какие-то лаборатории ну как бы это весело да наверное там посидеть посмотреть как это работает но зачем то есть как бы хита теории там теоремы и так далее если ты потом занимаешься наукой безусловно я согласен на все сто процентов это подготовка к ресерчу какой-то то есть исследованием каких-то областях но если ты занимаешься потом какими-то практическими вещами это не применимо это просто не дает никаких вообще основ основы какие-то дает но не не объясняет как ими пользоваться вот так по америке по-другому немножко в америке есть та же самая теория на более высоком уровне то есть не без каких-то уходов дебри и каждый класс имеет свой конкретный конкретную точку которую он пытается тебе вдолбить голову да этот класс сопровождается в основном всегда каким-то реально применимыми задачами в мире то есть там у меня был класс по статистике которые ну и зависит от профессора да в любом случае но в основном вот в моем классе по статистике нам постоянно давали какие-то задачи типа вот реальные там вот люди в брал из интернета статьи или какие-то вы ну вы все еще как исследование да смотрел на результаты и говорил типа вот здесь неправильно построили результат или здесь правильно или постойте сами да то есть круто интересно применимо но тоже как-то вот именно по программированию я не могу сказать что сто процентов применимый материал и когда в жизни буду писать на ассамблере давайте будем честны это было весело забавно нам учитель сказал наш профессор сказал вы я понимаю что никогда не будете писать на ассамблере но вы должны знать как это работает я с ним согласен какой-то в какой-то мере он сказал что типа нам это поможет писать более efficient код но я за собой может быть этого не заметил может просто глупый не понял что он нас научил но вот для меня так показалось что некоторые классы как бы учат чему-то что потом ты никогда не больше использовать но знать это надо окей я согласен просто как бы для общего образования не знаю преподаватели вот давай опять же сравним в россии преподавателей и здесь насколько они близки к индустрии там и здесь сейчас у меня мой класс я беру класс по компонентам до системы компонентом и наш учитель он пять четвертей учит у нас четвертая система есть уже все на которые семестр ну вот он 5 четвертей учит то есть это воспомин года и он до этого 30 лет работал в индустрии то есть он 30 лет работал в индустрии потом пришел такой тип hello я буду вам преподавать значит то что я делал 30 лет я считаю что это очень важно но есть как бы обратная сторона монеты это то что они зачастую не умеют учить то есть профессор это не то что ты знаешь много это то что ты знаешь как это объяснить да вот и зачастую так происходит что профессора знают много и с ними очень интересно об этом поговорить как бы узнать о них больше но когда дело доходит до того что они должны что-то объяснить тебе это начинается проблема мне очень повезло я слышал очень много историй про то что профессора вообще никак не связаны с обучением но мне повезло я всегда пытался каким-то очень адекватным и хорошим учителям но еще такая вещь есть в что учителя бывают разные профессора бывают research part time и типа тичень в общем да не разного бывают уровня и у как бы тип контрактов бывает вот поэтому это тоже от этого зависит да я кстати тебя хотела спросить я знаю что у тебя есть дважды опыт работы стажировки и один из них яндексе я не работал не предлагай ну расскажи не предлагали но не работа расскажи о том что вообще это было первый год моего обучения я очень хотел работать где-либо потому что это считается очень важной частью когда ты выходишь в реальную индустрию когда ты заканчиваешь университет ты обязательно должен иметь какой-то опыт работы уже вот ну не обязательно но очень очень желательно иметь какой-то опыт работы для этого созданы интернатуры то есть стажировки это называется здесь интершип поэтому интернатуры вот и все большие компании имеют свои интернатуры значит как это работает в основном набирают на стажировки джуниров и синиров это 3 4 год обучения 1 2 год 1 очень редко берут 2 4 чуть более часто и 3 4 год в основном это их целевая аудитория я когда учился первый год это был мой самый первый год в америке самый первый год вообще обучением для меня было все чуждо но я очень хотел работать где-то значит и так получилось что я начал просто лезть своим носом везде и залез в итоге ничего плохого но залез в итоге в виртуальную реальность значит как бы это разработку для ну в ярда разработка в общем есть такая тема как хакатон я думаю что все должны знать что такое но вот я пришел на хакатон и там был я вступил в клуб разработчиков виртуальной реальности да то есть и там я с ними тусовался типа у меня всякое там рассказывали показывали потом я пришел на хакатон и подал заявку на разработку проекта для htc вайв тогда был первый лаунж который там бы стояла 10 компьютеров каждому из компьютеров подключено было чтить вайв и типа htc вайв и нам предлагали типа сесть и сделать какой-то проект просто потом выиграть htc вайв соответственно в общем вот я подал заявку и это был мой первый опыт разработки для vr это был си шарп на unity это unity ну как бы программное обеспечение который позволяет разработку для виртуальной реальности не только это на не на не нити это движок и кровой которые на котором было разработано много игр но соответственно потом его очень весело адаптировали пока я на рил для виртуальной реальности разработки вот иначе то я сел и вообще ни хрена не знал то есть я сел такую смотрю а самое веселое то что со мной были еще два других человека я значит очень весело начал озвучивать свою идею что я хочу сделать значит я говорю пойдемте со мной типа будем писатель таки да да пойдем конечно сейчас мы все напишем а я ничего не знал и значит перед хакатоном как бы перед началом когда все начинают писать код они провели типа как называется туториал или не знаю как очень в урок да очень как воркшоп вот очень короткий воркшоп насчет того как семинар словно семинар насчет того что приходите на семинар записывайтесь очень круто вот значит они провели короткий семинар по поводу того как вообще как начать я посидел там подумал вообще ерунда какая-то сейчас быстро сядут в общем идем мы со своими друзьями вот этими вот новыми индусом и еще один индусом в общем сели за компьютер они на меня смотрят и говорят ну давай как я не умею мы тоже не умеем очень сидели мы сидели я там все пытался кубик сделать просто кубик поставить чтобы он не потом запустить до чтобы она хотя бы работала и не читала не получалось мне на меня посмотрели ну пойдем спать типа очень не видел больше своих тиммейтов вру увидел потому что я в общем начал копаться всю ночь сидел но очень хакатоны когда ты не спишь я вообще не спал мне было очень плохо но я пытался все что-то да там дегастурировать что-то что-то в итоге сделать то есть изначально моя идея была я помню моя идея была надо я хотел создавать объект четырех сторон и перевести в виртуальную реальность да то есть и потом с ним взаимодействовать как в итоге все ограничилось тем что я просто сделал то что это был как сэндбокс то есть я находился в какой-то комнате там мог добавлять предметы просто какие-то предметы и потом их передвигать размерных менять и так далее бросаться там в общем я это сделал то есть для меня было вообще достижение в общем я это сделал и потом когда я уже началась выставка проектов ко мне подходит мой этот значит тиммейт и говорит типа о как мы классно с тобой сделали давай показывать ну давай показывать да в общем прикольно конечно да показали ему показал где выход вот да такая просто замечательная история но к чему это все вел после этого я продолжал быть в этом вир-клубе и они уже знали кто я типа что там я там что-то сделал и и это одном из сходок на одной из сходок по этого клуба я нам были какие-то озвучивание идеи у меня была идея типа бороться со страхами с фобиями значит у людей с помощью яра то есть там у меня была изначально где бороться с фобией высоты но я начал озвучивать свою идею и тут этот один из как бы у представителей до этого клуба мне говорит а вот работают значит в компании где они вот именно этим и занимаются они типа фобии то есть они реально медицинские какие-то разработки которые реально будет с вами они работают уже 20 лет то есть уже 20 лет назад были вир были такие очки в которых там были я даже их мерил вообще насчет были очки на которых были кранчики это типа был вир в общем очень круто и вот я ему говорю типа а можно мне это интервью будет да конечно вот я тебя свяжу email тебе приходи в общем я пришел прошел интервью меня взяли на работу первую работу это было я это работал я работал во время четверти то есть в течение года учебного я приходил там три дня в неделю то есть он четверг на субботу по он это было платили кит копейки ну относительно америке то есть в россии считается достаточно деньги для стажировки здесь типа другие цены на все и поэтому там это мне платили 400 долларов в месяц это было такое себе да ну я не собирался проживать ими это был безумный опыт потому что я реально то есть я сделал там кита много проектов для ipad а там что-то сделал удачи даже даже и ну это самый основной проект это было полностью я сделал симулятор того как ты как бы перед полета до в самолете ты выходишь в аэропорт это уходишь регистрируешься типа проходишь все эти вещи и потом садишься самолет и улетаешь не меня пригодил ну могу это связать с компанией но это для них описал они потом этим лечили пациентов и там датчики на них ставили там замеряли в итоге оттуда ушел потому что платили мало я уже всему чем мог научился и после этого значит стажировка у меня была стажировка на резюме не были какие там проекты и на следующий год я очень хотел попасть в компанию twitch потому что я для них делал очень много ну не для них конкретно но я делал проекты именно связанные с учетом отделать и грамм бота для твича я делал работа просто для самого твича но твич это стриминговая форма для тех кто не знает там игры стримит или там life в общем да и я очень хотел туда попасть я поехал на катон у твича был свой катон и я поехал туда я пытался получить работу но я был второгодкой и меня никто убрать не хотел потому что второй год крупные компании не берут обычно в итоге потом я все-таки удалось поработать твичом но это другая история кстати я забыл сказать про яндекс с яндексом было так что у меня был знакомый в москве яндекс он мне предлагал стажировку в яндексе но он просто знал ему прислал свое резюме он знал кто я такой и значит очень там прошло как бы это скорее по знакомству было да эти знакомства это очень важно особенно в америке вообще есть такое высказывание что это главное что вот это networking когда ну соответственно получилось что предложил интернатуру но в тот момент я получил грин карту и я получил грин карту до этого но дело в том что у меня была грин карта и мне предложили интернатуру в москве я не могу возвращаться в москву потому что если я вернусь то если меня заберут в армию то я потеряю грин карту вот чисто теоретически они могут этого сделать но если я вернусь если меня возьмут в армию то я типа получаю потеряю грин карту остаюсь в россии в армии потрясающей да хорошо но вот ты здесь ты говоришь что достаточно развитая эта система интернатуры да очень и как вообще-то искал ну вот первый ты рассказал что это было фактически случайно вообще где искать стажировки в америке здесь играет роль как раз таки то почему я выбрал свой университет дело в том что компании в основном приходят в те крупные университеты на их это называется карьер фэйр это ярмарка вакансий вот она проходит каждую четверть у нас но чем крупнее университет тем крупнее компания соответственно приходит поэтому соответственно грязь шанс того что я возьму в какую-то крупную хорошую компанию на хорошую зарплату ну в основном на интернатуру подают на тех же ярмарках вакансий к ней проходит каждую четверть значит самые крупные выходят в начале года и потом как бы они набирают на интернатуры летом этого же года. Так я получил свою интернатуру, вторую. Я был на втором курсе, и мне очень повезло. Я получил интернатуру в компании, называется Ultimate Software. Я сам о них не знал. Это очень крупная компания, но она находится во Флориде. У них здесь как бы офис свой. Еще они открыли во Сан-Франциско и здесь. Меня взяли в офис в Сан-Диего. Интерна. Как, да, на стажировку. И эта компания, я потом посмотрел, у них просто в каждом мейле было написано снизу, это вот значок типа Fortune 100. Знаешь, что это? Ну, типа топ-100 компаний в мире. Они третьи. Я сам об этом не знал. И, короче, вот. Да, это как в Forbes, насколько я... Я особо не вдавался в подробности, но это типа как в Forbes, только как в компании. Типа компаний, в которых круче всего работать, как бы приятнее всего. У них там типа work-life balance и все дела. Я работал, значит, как? У нас как бы... Как collaborative unit, да? То есть там, где мы могли все вместе собираться, могли из дома работать, типа и все дела. Вот. Как бы работать ты мог сколько хочешь. То есть никто не проверял, сколько ты работаешь. Главное было выполнять какие-то задачи. Вот. Ну, в общем, очень здорово мне было там. И да, я затрону тему, почему я считаю, что на практике неприменимо, потому что я уже это проходил. И я знаю, что, например, когда ты создаешь pull request, это сейчас техническая вошла часть, это когда, например, ну, pull request, когда ты свой код написал, да, и ты хочешь его в основную, в основной продукт, да, ну, запушить, затолкнуть. Ну, там тоже говорят. Затолкнуть, да. Значит, вот, если ты хочешь... Ты создаешь pull request, там твой кусок кода измененный файл на гитхабе с помощью, ну, git, значит, создаешь pull request и дальше вот это вот не учат в колледже. Как ты это делаешь? Как ты, как вот это вот все branch management, потому что люди работают на разных, с разными частями продукта, да, они все должны вместе как-то прийти к одному master branch и production, выпустить все в production. Это все очень такие темы, очень важные для программиста, и поэтому, наверное, в первую очередь ценят интернатуру, потому что там этому учат. Там учат тому реальному опыту того, как ты будешь работать в компании. То есть, ну, ты не будешь программировать на assembly, или там ты не будешь какие-то сложные галлюметические задачи решать, ну, смотри, где ты работаешь. Но такие знания, как вот эти все практически применимые, там, либо работа с Vagrant. Ты типа, ну, когда ты делаешь свой какой-то собственный проект, ну, тебе не нужна виртуальная машина, ты у себя все запускаешь. Vagrant — это как бы виртуальная машина, как Docker, она работает с VM. Docker — это контейнеризатор. Ну, неважно, короче говоря, это все взаимосвязано. И, в общем, какие-то такие знания, работы с базами данных, там типа у меня был какой-то очень обрывистый работа с SQL, но когда я работал со своими проектами, ну, я в основном использовал Mongo, а потом я пришел в компанию, там все пишут, типа, используют MySQL, это огромная база данных, или Postgre в других компаниях. Ну, в общем, все очень важно, все важно это знать. В университете этому не учат, может быть, учат на четвертом курсе. Какие-то, о, еще важные вещи — это agile, то есть, как бы, ты должен знать методики работы, то есть, Kanban, вот эти все, Jiraboard, и все, ну, это очень все важно, потому что, когда ты приходишь в компанию, ты должен знать, что делать, то есть, типа, ты должен, как бы, влиться, да, быстро, а так, когда ты не знаешь вообще, как это, что я должен делать, я пришел, окей, это не колледж, мне нет, как бы, assignment, который я должен выполнить, да, ты должен понять, куда тебе тыкнуться, кому написать, и, как бы, communication skills, как бы, soft skills, тоже очень важно. Поэтому я считаю, что от практики далеко, но колледж дает тебе, во-первых, преимущество при получении работы, да, то есть, как бы, ты стоишь в первом в списке, потом уже идут люди, которые без degree, которые без high school degree, и так далее. Но, да, во-первых, тебе это преимущество дает, во-вторых, какие-то теоретические базовые знания именно программируют, как программисты, ты стоишь в какую-то основу, да, для себя. Я бы хотел еще затронуть тему того, как интервью вообще проходит для интернеров. Да, давай, конечно. Обычно в крупных компаниях, зависит от компании, от скейла компании, от размера ее, в общем, вот. И, значит, чем меньше компаний, то есть там какой-то стартап или так далее, у них бывает одно интервью, ты с ними там всеми разговариваешь, сразу у них там пять человек в компании, ты с ними сел, за столом поговорил по душам. В общем, в крупных компаниях обычно это несколько раундов. Значит, в моем случае это было четыре раунда интервью с четырьмя разработчиками и с одним тимлидом. И очень как бы надо быть выносливым в том плане, что у тебя четыре часа спрашивают вопросы про тебя, обычно они повторяются. То есть бывают разные виды интервью, бывают soft skills проверяют, бывают tech skills. То есть как бы behavioral это называется, в общем, неважно, и техническо. Значит, в первом, то, что я сказал, behavioral, это когда тебя спрашивают, типа, вот когда вот culture fit, подходишь ли ты к компании, то есть они тебя спрашивают, типа, вот ты в такой ситуации, ты когда-нибудь встречал проблемы там с коммуникацией, да, блин, встречал, когда у меня два тиммейта ушли. У меня не было ни с кем поговорить, да. В общем, были проблемы большие с коммуникацией своими тиммейтами, их не было. В общем, вот, такие, такого рода вопросы, да, это очень важно, потому что потом оттуда тебя на следующее интервью уже, они уже, они уже все, эти четыре человека, которые тебя интервьюируют, они между собой еще общаются, то есть решают какие-то вопросы, там, если они возникают, вот. Значит, обычно одно либо два они на поведение, да, и три или два, соответственно, они на техническую часть. Ты должен быть готов к тому, что ты четыре раза должен поговорить о том, что у тебя на резюме, ну, то есть они, каждый из них, либо уже видел твое резюме один раз до этого, ну, если это хорошая компания, да, если они уже прочитали его, либо они видят его впервые перед собой, и они начинают, значит, читать, спрашивать про каждую ерунду, и ты всем одно и то же отвечаешь, то есть они не могут между собой поговорить, это же сложно, да, они должны каждый излечь для себя что-то. Но они же, помимо того, что да, они могут извлечь себя, они же потом после этого смотрят, как ты, может быть, по-разному ответил на этот вопрос, то есть это тоже важная вещь. Да, правда. Ну, в общем, как со стороны того, кто, кого. Ты думаешь, ну, спроси, я же уже отвечала на этот вопрос, да? Ну, типа, нет, ну, мне было просто, ну, я хотел, как бы, больше времени потратить на решение задачи, да, предположим. Они же каждый еще потом две задачи спрашивают, примерно, ну, быстро тут все вторую спрашивают. Ну, суть в чем, то, что, да, они смотрят твое резюме, спрашивают тебя вопросы про технологии, умеешь ли ты то, умеешь ли ты это, что ты хочешь делать, и потом начинается, значит, что? Потом начинается вопрос, вот эти вот, это, есть такой прекрасный сайт, называется LeadCode, да, и HackerRank, и, в общем, компании обычно дают задачи перед интервью, на HackerRank, и там тебе дают, типа, какую-то задачу, ты должен ее решить, они ее смотрят, и потом решают, брать тебя к себе уже, физически интервьюировать, или нет, но, как бы, со стороны, потом, когда ты уже там, они тебя спрашивают с LeadCode, обычные вопросы, и ты должен их при них решить, и, то есть, совет, просто сидите и решайте задачи с LeadCode, потому что, скорее всего, вам попадется то же самое, вот, но советуют, как бы, я, там есть такая прекрасная книжка, называется, Cracking, именно, именно, там советуют, типа, если ты видел задачу, уже сказать им об этом, ну, не знаю, как бы, совет такой, из разряда, будь честным мальчиком, да, честный мальчик может не получить интервью, не получить оффер потом, да, может быть, спасибо тебе за то, что ты поделился своей историей, рассказал это все, у меня в конце есть несколько вопросов о твоем будущем, потому что, во-первых, сначала у меня есть вопросы, традиционные, о деньгах, сколько ты платишь за учебу в год, сколько получается? Я? Ничего. Родители твои, Зато такой честный, я ничего. Сколько родителям стоит твоя учеба в год? Моим родителям стоит, я стою очень много, а учеба около 18, стоп, первый год я учился как национальный студент, то есть первый год я учился как по визе, да, учился, я платил, родители плачали очень много, это было, сейчас бы не соврать, ну, около 20. 20 тысяч долларов в год? Да, в год, то есть за три четверти, сейчас это 4 тысячи, я уже говорил, да, 4 тысячи долларов в четверть, это получается 12 тысяч долларов, это примерно, да, но ты сейчас работаешь, сколько, или вот только закончил работать, да, сколько ты зарабатывал? Я зарабатывал 25 долларов в час, это хорошая зарплата, особенно для Сан-Зиего, то есть они, как бы, зарплата, они варьируются, да, то есть, в зависимости от региона, там где-то в Сан-Франциско, нормальная зарплата там 40, а у нас там 20, не знаю, в общем, хорошее было предложение, я до сих пор работал второй год, и учился второй год, в общем, да, мне платили 25 долларов в час, для русского человека, я переведу в месяц, это около 3,5 тысяч чистыми выходило, ну и 3 тысячи я получал после налогов и так далее. Да, здорово. Какие, назови три компании своей мечты, в которых вот ты бы хотел работать? Я очень не сняюсь, можно я добавлю к предыдущему вопросу? Да, конечно. Помимо работы, я, я не, нет, не тунеядец, не тунеядец. Нет, я не сижу, да, да, очень, родители не только платят за меня и все, типа, я стараюсь платить за себя, и обычно я делаю это с помощью перепродажи одежды, да, вон, Supreme. Да? Да. А где ты этим занимаешься? Ну, в общем, здесь, ну, есть бренды, типа Supreme, Bape, там какие-нибудь, да, очень известные. И ты их перепередаешь в России? Нет, ты перепередаешь их здесь. Здесь? То есть, я, типа, написал бота, который покупает вещи, как только они появляются на сайте, они там исчисляют за 3 секунды, то есть их раскупают, и потом они передаются 4 раза дороже. Ммм, ты написал бота, который, да, видишь, как тебе... Эти много люди занимаются, они приправить, эти боты перепродаются, то есть ты покупаешь бота за 100, через год он продается за 1000. Но я не продаю своего бота, я просто его для себя использую. Ну, это так. Ну, вообще, молодец, предприимчивый парень. Да, вот, хейпером назвал. Да, да, чтобы мы не говорили, что я сижу и ничего не делаю. Да. Давай тогда три компании мечты. Раньше это был Twitch, первый. Ты уже прошел, можно сказать? Там просто был очень печальный, плачевный опыт работы вместе, и поэтому теперь он где-то с конца третий. Да. Вот. Но я все равно бы хотел там работать, безусловно. Я не хочу идти по каким-то стандартам, то, что, ну, типа, Amazon, Google, Microsoft. Хорошо. Может быть, есть не компании, а области, потому что есть огромные компании, типа Google, Amazon, которые занимаются очень многими направлениями. Да. вот одно или три направления, назови, в которых бы ты хотел работать. Окей. Сейчас очень, ну, популярная тема, все знают, машиннердинг и AI. Я считаю, что через какое-то время любой разработчик, который будет принимать на работу, должен будет иметь навыки AI, машиннердинг, потому что это просто входит в такую, в такой тренд, в резонанс со всей индустрией, что сейчас это очень важно знать. К сожалению, я еще не особо в этом разбираюсь. Там взял курс на Курсейлере, но это все, да, не особо важно. Ну, хотелось бы AI, машиннердинг, но прикладную часть, то есть, типа, все теоретики, типа составления моделей, это скорее к research специалистам. Я хочу уметь применять это, и это, наверное, будет интересно и через 10 лет, и через 20. Ну, смотря, каких это достигнет размеров. Ну, вообще, сейчас я как бы подаю заявки на backend разработку, то есть, я не занимаюсь там всякими, ну, я делал это там, на работе делал Angular, AngularJS он называется, фреймворк. Вот я там занимался этим, мне вообще не понравилось, вообще, я занимаюсь питоном, в основном, то есть, это мой основной язык. Сейчас те хейтеры тоже начнут. За что? Скажут тебе. Ой! Меня загасили в прошлом видео за языки программирования. Ребята, питон, все, я аж плюнул, питон, господи. Да, хорошо, кто твой профессиональный ориентир? Илон Маск, я шучу, нет, на самом деле, правда, нет, ну, мужик крутой, но он не программист, он бизнесмен, правильно? А программист? Очень хороший вопрос. Ну, я желаю тебе найти твой профессиональный ориентир. И тогда последний вопрос о том, что для тебя удачно сложившаяся карьера программиста? Иметь свое дело. Иметь свое дело? Да. Зарабатывать, не иметь потолка зарплаты, которая у тебя может быть. Это успех для любого человека, я считаю. Неважно, в какой области. Но когда ты сидишь и знаешь, что ты в жизни будешь зарабатывать 100 долларов в час, миллиард долларов в час, но это больше ты зарабатывать в своей жизни не будешь, это неинтересно. Здорово. Я желаю тебе, чтобы твоя карьера стала успешной. Спасибо. Обязательно ты нашел профессиональный ориентир. Спасибо за то, что поделился своей историей, приехал из Сан-Диего. И встречаемся в следующем выпуске, передавая всей своей московской братве привет. Всем привет. Я не буду перечислять по именам. Своей девушке Маше передам. Маше, привет. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Мы встречаемся в следующих выпусках. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok